Добрый день, уважаемые телезрители. В эфире передача «Актуальное интервью». Я ведущий Пётр Смирнов, а у меня в гостях Мария Климова, директор магазина «Удачный». Мария, добрый день. Добрый день. Мария, поговорим о такой странной, может быть, с одной стороны, но для тебя точно нет, истории, как женщина в бизнесе. Поговорим про твое дело. И я думаю, что это будет интересно для наших телезрителей. Друзья, я просто немножко подведу, скажу, что Мария – один из таких ярких представителей женщин в бизнесе в городе Сарове, который, по сути, содержит свой собственный магазин товаров, продуктов. Я правильно говорю? Магазин «Удачный» на въезде в Балыково. Вы наверняка все его видели. Мария, давай поговорим о текущей ситуации в продуктовом, можно сказать, сегменте, в продуктовом бизнесе. Как сейчас обстоят дела, в принципе? Ну, продуктовый сегмент, он такой достаточно интересный и очень разнообразный. И на самом деле я не стараюсь в магазине возить только продукт. Я свой магазин делаю как мини-маркет. И это обуславливает положение. Магазин территориально, что мы находимся на въезде в Балыково, это дача, это частные дома. И при составлении ассортимента я, безусловно, учитываю это. То есть это не только продукты, которые логичнее размещать рядом с многоквартирными жилыми домами, это еще какие-то хостовары, которые могут пригодиться в хозяйстве. Да, это хостовары, это дачный ассортимент, начиная от теплых сапог, в которых можно выйти на улицу около своего дома и будет комфортно и приятно в них ходить. Это очень интересный и такой достаточно богатый банный ассортимент. Веники, шапки, масла, скрабы различные, потому что у многих есть бани и люди любят так проводить время. То есть по дороге заехать, взять все необходимое. То есть можно взять все, и шашлык, и банную шапочку, и все, пригодится. Ну и, безусловно, к шашлыкам это мангалы различные, решетки, розжиги и так далее. Ну и хостовары, конечно, шампуни, гелия, порошки, все. То есть, в принципе, мини-маркет, в котором можно найти любой товар, любой ассортимент. Но я знаю, что у вас очень часто появляется то, чего не найти в городе, ну вот именно, у меня, в общем, продукты почему-то больше интересуют, вот то, чего не найти в городе, вот в сетях особенно, да, которые, ну, будем говорить, ориентированы на четко понятный ассортимент, да, широкий. Вот, может быть, расскажешь подробнее, какие сейчас товары можно купить в магазине удачным? Ну, вообще, ассортимент – это условия выживаемости небольших частных магазинов, которые, тем более, находятся близ сетей. То есть это тот эксклюзив, которым возможно привлечь клиента, потому что конкурировать по основным позициям на цене с сетями очень сложно, очень. То есть это поиски поставщика, это поиски акций, бесконечное сравнение цен, да, где-то там дешевле, значит, мы берем здесь. Вот, и вот этот эксклюзив, которого нет нигде, есть только у тебя, он дает тебе возможность конкурировать и нести людям что-то интересное, новое, вкусное, свежее, полезное. То есть это вот такая, как сказать, ниша, которую ты занимаешь и при этом удовлетворяешь клиента, преподносишь ему вкусный, интересный продукт. Ну, я знаю, что у тебя с сетями ситуация достаточно непростая. Вокруг уже появилось несколько точек, да, там это и смарт, всем пресловуто известный с их проблемами с парковкой, я так понимаю, пятерочка там рядышком еще открылась. Вот, всеми нами любимые. На самом деле это такой прям боль моей души, ну, это триггер, который меня раздражает, но и подталкивает к поиску нового и интересного и привлекательного. Да, мы когда там открывались три года назад, на этой территории, вот на въезде в Балыково, продуктовый был магазин один. Но время становления магазина – это три года, да, чтобы люди узнали, услышали, зашли попробовать, полюбили и так далее. То есть формирование основного потока основных клиентов – это три года. И в течение этих трех лет, то есть, как бы я должна была встать на ноги, повысить качество и снизить цены в магазине, да, у меня сначала открылся смарт рядышком, вот, с которым конкурировать вообще невозможно. Ну, у них там все по минимальным ценам, то есть этого… Да, смарт работает на такой наценке, на которой работать совершенно невозможно. Смарт – это сеть, естественно, входной ценник в сеть совершенно другой, он в разы, в разы ниже, чем может поставщик предложить обычной рознице. Но при этом смарт имеет очень узкий СКЮ, ну, это ассортимент очень узкий, там не более 300 позиций, да, если мы говорим о моем, например, магазине, это порядка 10 тысяч позиций. То есть, чтобы было понятно, ну, специфические термины, то есть в марте ассортимент не более 300 товаров наименований. Нет, это позиция, например, там сок, да, яблоко, персик – это позиции. Одна яблоко, одна персик. Да, то есть даже виды соков по продуктам тоже позиции. Собственно говоря, вот такая вот узкая линейка и некрасивая выкладка, да, когда все в коробках, на палетах, оно позволяет сократить издержки, тем самым снизить наценку. Вот, и такие магазины работают на объеме, безусловно. То есть построить таким образом частный бизнес невозможно. Это возможно только в сети, когда сеть договаривается с заводом, отгружая там вагонами этот лимонад, и оно разъезжается по всей России. При этом получается вот это вот… Минимальная наценка. Минимальная наценка, либо ноль. Либо ноль. То есть такая сеть может позволить себе торговать в ноль. Причем надо понимать, что наши местные магазины, как вот, например, твой, да, это же наш местный бизнес, который платит налоги, в том числе в городской бюджет. Люди работают, там, получают зарплату, и также налоги уходят там в нашу местную бюджету. А сеть – это где-то за пределами, я так понимаю, зарегистрированы. Ну, честно говоря, я не могу сказать, как они платят, но как бы сеть арендует помещение, и тоже там возникает вот этот вот налог, да, который уходит. Вот, ну, на самом деле, ну, сеть, она приходит и начинает расползаться, да, и она занимает все ниши и ведет достаточно агрессивную, захватническую, можно сказать, да, политику. Ну, мы это видим так-то все. Да, да, это не только в продуктах. Сеть может позволить себе работать в минус, да, какая-то точка неприбыльная, какая-то качает, и собирается общий чек, общая прибыль, и уже там смотрится. Вот, и агрессивная политика нацелена на то, чтобы занять, занять любое свободное помещение, которое более-менее подходит под сеть, ну, под нее. Частный бизнес – это все-таки такое какое-то уютное, да, такое место, когда человек делает этот бизнес, открывает его, он все-таки его делает для себя. То есть он вкладывает туда душу, он вкладывает свое видение и развивает такой, ну, некий уютный, что ли, уголочек, вот, рядом вот с таким вот монстром, как сеть. Мне кажется, ты сейчас как раз подошла к той философии, о которой я хотел с тобой поговорить, потому что правильно, да, то есть нужно, получается, магазин – это сопутствующее, да, но мне кажется, сейчас вперед выходит некое дополнительное пространство, которое у тебя открывается, это пиццерия, правильно, или кафе, баклажан. Это кафе, да, вот, я думаю, что, друзья, это новое заведение, я, например, это общепит, да, условно говоря, там в терминах, да, я думаю, надо сказать поподробнее, мне интересно. Слушайте, да, у меня так получилось. То есть вот из той философии, что магазин-то магазином, да, но это должно быть уютно, должно быть привлекательно и интересно для посещения, собственно говоря, вот из этой философии вырастает кафе. Да, да, ну, я не скажу, что это прям кафе, то есть это небольшое помещение с барной стойкой, где можно прийти, попить кофе, вот, съесть там шурму, хот-дук, круассанчик, да, вот, мы сейчас работаем уже на доставку и работаем на вынос через магазин. Хорошо, что делаете? Делаем пиццы, пиццы, бургеры, шурму, вок, это лапша, там, с курицей, с креветками, ну, и различные виды фри, вот, и впереди у нас такое интересное летнее-весеннее предложение будет, это такой итальянский бутерброд под названием панини. Ну, вот насчет пиццы и шурмы я заинтересован, я люблю сравнивать шурму у нас в городе, там, так сказать, искать, где лучше. На самом деле, вот, то, к чему я сейчас пришла, да, задумка была давно, вообще, изначально, когда открывали магазин, планировали, что рядом мы сделаем небольшое производство, вот, общепита. И цель была именно по фастфуду, посмотреть сегмент фастфуда, вычленить то, что нам нравится, и, как бы, вот, там это организовать и развить. Ну, вот, эта идея, которая была, там, лет пять назад она у нас появилась, она сейчас, собственно говоря, воплотилась в жизнь и начинает развиваться. Вот, и, честно говоря, мне очень нравится, потому что это совершенно новое, это очень интересно. Я никогда не задумывалась о том, что кулинария – это математика. Это, да. Как бы это странно... Нет, поподробнее, давай, давай. Времени у нас много, мы можем обсудить. Вот, что, что, какая математика стоит за пиццей, условно? Да, как бы это странно ни звучало, да, казалось бы, кулинария – это такой творческий процесс, да, когда ты, там, что-то смешиваешь, сыпешь, там, приправы пробуешь и так далее. Вот, но при этом ты постоянно считаешь. Во-первых, я съездила обучиться в Нижнем Новгороде, учились у шефов, они нам рассказывали, как вообще, что такое пицца, как она должна выглядеть, какое должно быть тесто и так далее. Ну, не только пицца, там, ну, и другие продукты. Вот. И там мой интерес еще больше подогрелся. И когда мы начали это прорабатывать, то есть прежде чем ты представишь клиенту или выведешь на рынок какой-то продукт, ты должен его отработать. То есть это не один раз ты должен испечь пиццу, да, например, там, я не знаю, давай поговорим про пиццу с креветками. Ну, например. Да, привет. Пицца с креветками и вялеными томатами. Уже слюнки потекли, так. Да, то есть сначала ты вялишь томаты по одному способу, да, потом ты что-то добавляешь, пробуешь, потом смотришь, как их нужно хранить, да, с какой интенсивностью их нужно делать, как ты будешь мариновать креветки, сколько креветок ты должен положить. Вот, то есть сначала шеф это готовит, да, все пробуют, говорят, о, здесь вот что-то не то, а здесь вот так вот, он готовит еще раз. В итоге всем нравится, ну, нравится мне, да, администратор у меня в магазине тоже принимает участие в этом, то есть несколько человек. То есть у вас есть такая дегустационная комиссия. Да, да, там шеф, да, вот там. Который объедается пиццей. Да, да, вот, ну, вопрос похудения к лету тоже актуальный становится. Вот, дальше, когда всем все понравилось, идет проработка. То есть это готовится еще раз. При этом все записывается. Сколько граммов того, сколько граммов всего. Так называемая технологическая карта. Да, да. Она, при том, что если у тебя даже есть технологическая карта, которую тебе сделали вот нижегородские шефы, она еще должна отработаться на месте. Потому что все зависит от руки шефа, от печи, от температуры. То есть очень много всякой мелочи, да, допустим, продукты. Когда шефы в Нижнем готовили, они использовали такую траву, такой-то фирмы, да. А мы, допустим, ее здесь купить не можем, мы покупаем другую траву, ну, приправку, там, еще что-то. Она немножко другая. И все. И меняется. Вот. Меняется граммовка и меняется вкус. Так что вот. Так что шеф готовит, я с блокнотом все это записываю. Потом это все считается, ищется поставщик. Это все должно приехать, да. И после этого уже идет работа непосредственно с поварами. То есть они должны сделать именно так, как это было первый раз. То есть шеф, он сам не занимается, условно говоря, там, собиранием. Ну, тоже собирает, но есть такая профессия, может, вы слышали, пиццемейкер. Мне он так нравится. Название. То есть вот уже рядовой пиццемейкер должен соблюдать ту технологическую карту и тот процесс, который записали и который высчитали, да, на этапе подготовки. И чтобы продукт, если вы один раз заказали эту пиццу, вы второй раз должны получить точно такую же пиццу. Иначе ваши, ну, вкусовые предпочтения, вы не будете удовлетворены. Потому что вам первый раз понравился, а вам второй раз не понравился. Вот. В один угол, чтобы она запеклась, дала корочку, потом в другой угол, чтобы она пропеклась вся и не перегорела. То есть это вот такое же... Не высохло, да? Да, да, да. Сейчас будем запускать эти бутерброды. Как еще раз пить на... Панине. Панине. Панине, да. Такая классная вещь. На чабате. Мы сами делаем чабату в магазине. И многие ее знают, она очень вкусная. Так, чабата – это такая булочка. Чабата – это хлеб. А, хлеб. Да, вот такой. Это хлеб. Да. С травами? Нет. Просто хлеб. Просто хлеб. Так. Вот. И так как он у нас очень вкусный, и многие его в городе уже знают, ездят к нам за чабатой конкретно. Мы решили, что, ну, раз она такая классная, надо с ней что-нибудь придумать. И Роусь в интернете, там, изучая просторы кулинарии, нашла вот такие бутерброды. Это как маленькая пицца, что ли, на чабате. Вот. Она очень интересная. Это итальянцы вообще много чего придумали такого с хлебом. Вот. Ну, это более такое летнее-весеннее меню. Это можно там взять с собой, чашечку кофе. Вот. Будет капреза. Девочки знают, что это такое. Что такое капреза? Я сейчас, я не девочка, я не знаю. Панини капреза – это помидорки, это рассольная моцарелла кружочками, это соус песто, который мы делаем сами. Вот. И это все вот на чабате. Панини капреза. Панини капреза, да. Еще очень такая интересная штука – это тунец и авокадо тоже. Тунец, авокадо, вяленые помидорки. И вот это все мы тоже отрабатывали месяц. То есть это чисто наше. Мы отрабатывали месяц, еле-еле без конца. Пробовали разные варианты. Ну, собственно говоря, оно родилось. И еще один момент. Прежде чем это выпустить на рынок, надо сделать фотографии. Ну да. То есть что такое молоко, знают все, да. А что такое пицца и как она выглядит конкретно здесь, да. И какой конкретно здесь бургер. Потому что вариаций миллион. Надо клиенту показать. И чтобы показать, это надо сделать фото. То есть это еще раз все готовится. Приглашается фотограф и делаются фотографии. Ну, то есть вставляется меню, которое уже, собственно говоря, мы все как потребители видим на картинках. Там, где можно заказать. Вот теперь самый главный вопрос. А где же заказать? Доставка есть. Доставка есть. 9,80,18. 9,80,18. Я думаю, что если... Я думаю, вот Мария сейчас скажет, ну вот мы только начали, значит, качество должно быть на самом лучшем уровне. Обычно же как говорят, что когда только начинается, все хорошо, а вот потом уже где-то там... Это вопрос контроля. Да. В общем, я контролирую то, что производит моя кухня. Контроль я заказываю. То есть мы там где-нибудь... Я могу уйти к подруге, да, и сделать доставку на незнакомый адрес. А, тайный покупатель. Тайный покупатель, да. То есть сам директор в роли тайного покупателя. Да. Так сотрудники напрыглись. Или они знают о вас? Они знают, они знают. Я им говорю, что я вчера ела, вот это мне не понравилось, вот это надо исправить. Или там, ребят, все классно, молодцы. Продолжаем так же. То есть ты знаешь досконально, где каждый листик и кусочек креветки должен лежать? Я знаю, да. Вот. Как тайный покупатель заказываешь, и тут же делаешь профессиональную оценку, что есть отступление, здесь вот не так лежит, здесь не так посыпано, а корочка слишком сухая или слишком толстая. Ну, есть определенные допуски, да. Это же не может быть идеально. Это все-таки, ну, кухня и такой, там элемент творчества, безусловно, присутствует. Но вот основной контекст блюда подаваемого, он должен быть одинаковый. Возможен какой-то нюанс, да, возможно. Вообще итальянская пицца, если мы берем, то она имеет подгорелую корочку. То есть такую черненькую слегка. Да. У нее допустимы вот эти вот черные точки, и это не говорит о том, что это некачественно. То есть это вот такой шарм, да, нюанс, что ли, как его назвать. Друзья, мне кажется, вызывает доверие, да, вот такое личное участие, да, как в производстве, так и в контроле. Спасибо. Я прям, я удивлен, я бы вот не подумал на самом деле. Хотя я просто не занимаюсь общепитом. Да, да, это просто... Это просто надо к этому прийти, да, в какой-то момент. Ну, и вопрос по возражениям клиентов тоже. Да, то есть я их вижу, часто мы пишем, если возникают какие-то косяки, но они возникают, потому что люди не роботы, да, все производится людьми. Какие-то, ну, такие сложные моменты, они могут возникнуть в любом бизнесе, да, особенно когда ты работаешь не B2B, да, бизнес-то-бизнес, а когда ты работаешь с людьми. И по магазину то же самое. Здесь как бы основная задача руководителя контролировать это, смотреть на эти возражения, обоснованы они или нет, да, потому что люди тоже бывают разные. И тоже основываясь на этих возражениях, вносить какие-то коррективы в продукты, в качество продуктов, которые тебе привозят, и в сам процесс производства. Друзья, я думаю, вы сами можете оценить качество вновь открывшегося производства. Пиццы, шаурма, бургеры, ВОК. ВОК, да. Никогда не ел ВОК. ВОК... Телефон. 9-80-18. 9-80-18, еще раз. Что такое ВОК? ВОК – это пшеничная лапша с овощами, и либо с курицей, либо с креветками, либо со свининой. То есть это такое... Пшеничная лапша. Ну, это такая чисто азиатская история или нет? Нет, это европизированная Азия. То есть меньше спеса, меньше остроты, меньше всего, но... Больше овощей. Больше овощей, да. Азиатская кухня, она все-таки на любителя, да, на такого... Она острая, яркая такая, ну, вот вкусовые рецепторы взрываются. Я сама не очень люблю. У нас тут не хватает, мне кажется, такого что-то тайского, но я боюсь, просто не пойдет. Очень узкий сегмент. Очень узкий сегмент, да. Очень узкий сегмент. Поэтому все-таки, чтобы бизнес работал, это нужен широкий охват, и нужно учитывать потребительский вкус большого количества населения. Это как с вегетарианской пищей, да. Это... Я смотрю периодически всякие передачи, темы, там, Ютубы, каналы на тему кулинарии, и вопрос был по вегетарианской пище. Все вегетарианцы мечтают о том, чтобы был ресторан. Но открыть ресторан нерентабельно вегетарианский, потому что людей, увлекающихся этой пищей, достаточно мало. И они не будут каждый день ходить в него. И они не будут каждый день ходить, да. Поэтому даже вот, судя по нашему ассортименту, у нас есть вок с овощами. Вегетариан — чисто блюдо, в котором оно и постное, да, оно и не имеет никаких признаков мяса и рыбы, да, то есть там лапша и овощи. Самая непродаваемая позиция. Ну, это, кстати говоря, вот тот случай, что, можно сказать, не вегетарианское, а постное. Ну, постное. Да, то есть как бы во время поста вполне себе допустимо, да, и вкусно поесть. То есть не обязательно там что-то вот такое пустое, гречку, да, неприправленное и так далее. А действительно, ну, постное блюдо, но с вкусом. Ну, на самом деле, еда — это даже базовое удовольствие. Вкусная еда — это всегда праздник, на самом деле. Это может скрасить любой унылый там вечер, неудачный день и так далее. Когда ты себе заказываешь там или покупаешь что-то вкусное, у тебя сразу эндорфины, поднимается настроение. Мы говорим про доставку, да, но я так понимаю, можно и к вам приехать. Да, завтра. И, соответственно, с каким-то напитком. Вот мне, как кофеману, очень интересно. А что у вас с кофе? С кофе у меня было тоже очень много метаний различных и вариантов. Рассматривались большие кофемашины и так далее. В общем, в итоге была куплена кофемашина «Ларго». Вот, кофе молотый. Немножко долгое время приготовления, но оно того стоит. То есть получается кофе как дома, на хорошей, качественной кофемашине. То есть, в принципе, можно и по Нине, с кофейком, с утрец, так сказать, позавтракать. Да, у нас будет итальянский завтрак целый день. Да, такое предложение. Это бутерброд на чабате с ветчиной, беконом, яйцом. То есть это прям глазунья яйцо, которое в процессе еды будет растекаться. Вот, и к нему кофе. А без яйца можно? Можно без яйца, конечно. О, замечательно. Замечательно, я не люблю жидкое яйцо. Вот, вопрос о вкусовых перепочтении. Да, да, да. Кому чего, да. Друзья, я думаю, нужно воспользоваться этим предложением. Тем более, если ваши повара принимают, так сказать, поправки, да. И я так понимаю, по телефону принимают поправки. То есть если какой-то ингредиент не нужен, то могут убрать. И это очень важно, потому что когда ты по интернету заказываешь, ты не можешь указать. Только дополнительный сыр, если только, да, доложить. А по телефону, я так понимаю, можно сделать какие-то исправления, да, собственного рецепта. Ну, индивидуальный заказ можно. Можно также списаться с оператором в группе ВКонтакте. Баклажан. Тоже поиск баклажанов в социальной сети ВКонтакте. Вполне можно найти и 98018. Я желаю вам удачи в вашем бизнесе, нелегком деле. В современных условиях это особенно важно. Друзья, мы с вами увидимся через неделю. И спасибо, что были с нами. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова